Получается, если я заплачу 7 тысяч рублей, значит я урезаю в чём-то деть. Значит, не куплю там фрукты. Анатолий Исаков еле сдерживает эмоции. Ещё немного, его четверым детям будет нечего есть. Семейный холодильник почти пуст. От голода спасают запасы бабушки. Она-то поросёнка заколит, нам даст, курицу, кролика с огорода даст, потому что у нас такового огорода не было. Вот благодаря родителям мы и живём. Новосёлы-погорельцы обвиняют строителей в том, что они загнали семью в кабалу. Во время стройки у Исакова жила целая бригада. Чтобы не замёрзнуть, рабочие почти месяц использовали мощные обогреватели. Вполне вероятно, к сети подключались станки. Счётчики намотали 5,5 тысяч киловатт электричества. Расчётка на 7 тысяч рублей выписана на имя главы многодетного семейства. А для нас это сумма неподъёмная. Потому что у нас четверо детей, трое из них обучаются в школе. Маленький ребёнок. И на данный момент ни я, ни муж не можем устроиться на работу. Просто нет работы. Ещё в ноябре подрядчик, строивший дом, обещал рассчитаться за энергию. Однако строители покинули деревню в декабре, не заплатив ни копейки. Энергетики требуют расчёта. Это подсовет акта приёмки дома, который Исакова не подписывает из-за долга. Только если мы подписываем акт приёма дома, то сразу эта задолженность ложится на нас. Потому что счётчик уже принят на мне. То есть, получается, с 5 ноября вся электроэнергия была, получается, мной использована. Из-за отсутствия документов на новое жильё, по горячев, возникают новые проблемы. Без прописки нельзя получить детское пособие или другие льготы, которых у многодетной семьи немало. Поэтому Исаковы сидят без копейки денег. Глава семьи до сегодняшнего дня приносил в дом хоть какие-то деньги, подрабатывая таксистом. Но сейчас закончился срок действия водительского удостоверения. А получить новые без прописки тоже нельзя. Мы связались с представителем строительной компании, которая должна заплатить за электричество. Как оказалось, долговая проблема вполне решаема. Мы заплатим таков деньги, в случае, если он предоставит подтвержденный документ, в котором будет написано, в каком количестве было потрачено электричество. Виктор Буро, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.